С большой силой, с большой, я вот сегодня хочу это просто в разговоре подать. Представьте, подключают еврейскую организацию ВНСР, профессорский состав университета, МВД, прокуратуру. И это все одновременно двинули против меня, возбуждает два уголовных дела сразу. И уже осень, я возвращаюсь, все было разгромлено. Никто не верил в это. Это такая селища, ГТРК, то есть, ну, ГТРК это радио, телевидение. Это все против меня было. Они все, и оказалось, все подложное, все ложное, и суд вырешил заплатить за оскорбление, и все. Они у меня здесь приходили вот в доме, вот сюда приезжали, каялись. Игнат Ильич, ну вот поделитесь вот таким вот, таким секретом, я думаю, это каждому человеку нужно. Как научиться прощать человека, который выступает против тебя? Да ко мне зачем прощать-то его? У меня никакой нужды нет, я ничего на него не имею-то. У меня как раз вопрос отвечен предварительно. Я ничего не имею. Нет, ну человек, сейчас люди все очень обидчивые, ничего не скажи, ничего не покажи. Поверь, дорогой брат, меня Бог избрал на это поприще. Он благословил меня, Бог. И из меня это качество вынул и убрал, как у Гоголя написано. Он там, там из Салтыкова щедрена, он забрасывает и вытаскивает что-то там, называется гордость. Вот когда Андрей Кураев говорит, что я в первый раз, ну, только у Лапкина там где-то встречают, кто-то о миссионерских работах и прочее. Но главное, чтобы не подходила гордость, какая оценка, мне до того смешно. Когда я насчитал пленки, попутно скажу, то сидят благочинные, приехали с разных сторон, и они все пользуются моими пленками, насчитанными, жития святых златоустов. А к вам гордость не подходит. Я говорю, задавило. Вот зуб болит, как вспомню о гордости, и зуб не болит. Они ничего понять не могут. Я говорю, вы о чем говорите это? Я в это время насчитываю пять томов добротолюбия. А вы говорите о житиях святых. Мне Бог дал такое качество. Вот мне надо ехать сейчас в деревню, допустим, летом. Я приезжаю только в октябре, а ехать в мае. Я с октября по май пишу бумажку, что взять с собой туда. Но меня там нет, я весь здесь. Если я выехал из Барнаула по Теряевку, я как будто никогда не жил в Барнауле. Все заботы я оставил здесь. Я весь там. Я сто процентов интеллекта, силы, здоровья отдаю туда, где нахожусь. Я не фантазик. Я не придумываю аксиомы, как Исаак Ньютон говорил. Я не сочиняю их. Я немедленно, в ту же минуту, начинаю их притворять в жизнь. Как бы я прощал? Они подходят и говорят, вот у меня, ну, мнительные такие. Да я вот сказал, они так, да проси, упадет, плачет. Я говорю, перестань. Понимаешь, надо обедать, опять суп пересоленый был. Ты же в суп капаешь-то, слезами своими. У меня нет этого, нету, совершенно нету. Да как, я тебе, вот про тебя такой человек пакости говорил. Ну, еще говорил, это награда. Написано, радуйтесь и веселитесь. Это очень разночная тема. Вы могли бы, допустим, дать какие-то, три таких основных совета, как человеку, не принимать к сердцу какие-то там против него слова? Я могу сказать, первое, что для этого необходимо, родиться свыше. Рождение свыше делает тебя другим. И поэтому мирская обида, это не христианское дело. У меня нет обиды. Люди, которые рядом, которые рядом совсем, только те это узнают. И вы совсем никак. Я реагирую. Я боюсь за этого человека. Ко мне нельзя прикасаться. Раз я не делаю, написано, не мстите за себя возлюбленным. Мне отмщение, я вас дам, аз вас дам. Они не понимают, что трогая меня, а я в ответ ничего не делаю, они получат возмездие намного больше инстанции. У кого больше возможности отомстить. Делая это, соберешь ему горящие уголья. А почему? Я стараюсь напоить, накормить и врагу в первую очередь помочь, о нем помолиться. У меня не было никогда, чтобы я думал, а как бы отомстить или как-то худо сказать. Нет. Я бы в этом человеке старался найти, а что у него есть такое, чего я не знаю. И узнать причину побудившую. Вот сейчас против Андрея Кураева воюют. Это Андрей только сказал. И кто-то там. Почему они... Вот первое, что он нанятый там где-то разрушить православную церковь, патриархию. Другое, осквернить святое непорочное лобби, это как он говорит, или сенот. Но почему не предположить, что он делает это от желания исправить, помочь. И это по любви только он делает. Почему мусульмане решили, что Даниил Сысоев решил против бороться мусульманства? Он любил его как никто за тысячу лет. Я это увидел. Когда Дмитрий Дудко вернулся, отец Дмитрия Дудко, это тогда был самый популярный. Не Александр Мейн, не Желудков Сергей, а именно Дмитрий Дудко. И когда у него случилось вот это, что он вернулся, там как бы отрекся от чего-то, и от него больше половины сразу ушло. Зоя Крахманика, все от него эти отошли. А я приехал, проехал по всей стране, и все это на магнитопон записал, что о нем говорят. И ему это представил, как говорят. Так вот он, это у Якова Кротова там все написано. И он к матушке, матушке Нина. Ну, вот, вот человек понял, вот он понял, потому что у него неповрежден ум и совесть. Почему другие это не поняли, почему я это сказал? Я говорю, потому что я сам сидел в это время в тюрьме. Ты сидел, и я сидел. Тогда я был взят по делу Дмитрия Дудко в 80-м году. У меня нет этого качества обижаться. Ну, обида на то, что ты не понял, вот как бы на твое действие, а не то, что ты против меня сказал. Ты про меня сказал, но про меня говорят и хорошее. И теперь эти весы уравновешиваются. Так нельзя, чтобы все время тебя зализывали. Ты не думаешь, что ты больной, ты лишен этого. Тебя тоже хвалят. А поэтому иные начинают тебя долбить. Вот весы и выравниваются. Радуйтесь и веселитесь. Я говорю, конкретно мне, если я тебе сказал, этого нет, с этим священником, этого не было. Ну, не было этого. Вот он сорвал Максим одежду и взорвал на нем, на Павле. Ну, не было этого. Не было. Он оттуда вернулся, у меня ночевал. Потом он у меня жил, он пошел тут работать таксистом на газели по городу. Павел, отец Павел-то. Снял он с него одежду. Нет, в ваших книгах написано и взорвал. Выходит, я автор, не знаю, что писал. Мне Бог лишил памяти. Это в этом разговоре тот с Песном Сергеем. Но ему надо. То есть он все эти годы, я думал, что он друг мне, а он против меня компромат собирал. И у него теперь все это слоями наложилось. Там шлак, зола, порода. Вот так вот, как из шахты Террикон он целый. Я не могу Максим разблокировать. Я говорю, ты то ли пьешь, не пью. Значит, это глубинное повреждение. Пьяница проснется, а дурак никогда. И он это лепит и лепит. Ну не было этого. Ну речь-то не обо мне идет. А вы писали о ваших книгах. Я даю, другие не хотят их слушать. А я как раз его письмо сегодня опубликую. Как он мои книги получил, и как он радовался, и другим дает, и как люди это любят. И я-то на этом и засох, как он говорил. Больше у нас с ним-то связи не было, не переговариваемся. И вдруг он это говорит и о книгах. То есть он понимает, книги для меня не последнее место занимает. И он это все компромат собирал. Что ФАС сказал. Вы же книги детьми называете. А? Вы же книги детьми называете. Конечно. Поэтому это самое больное место. Да. Пусть напишут кто-то. Я смело говорю, отвечаю за свои слова. То, что я создал, можно переиздать и намного лучше. Но кроме ответов, я им все отдаю. Все. И перенасчитать можете. Фильмы о вас никогда не снимут, которые займут первое место на международном коноконкурсе. Или первое место в стране. Не создать такие фильмы. Это надо заинтересовать режиссера. И надо, чтобы он это снимал добровольно, с любовью, лучшие кадры поставил. И нужно, чтобы из сердца зрителей обратились к этому. Комиссии, которая будет решать, какое место присвоит. Это нельзя создать. Ни о Путине, ни о ком это не создадут. Почему? Это Бог делает так. И поэтому один этот фильм, когда он привлекает внимание за рубежом в Америке, в Австралии, и ставит они на первое место. Поэтому всякие разные хуления, это для меня ничего не значит. Это превышает. Но самое главное, я это не беру к себе никак. Я смотрю как сторонним. Там ничего нет в этом фильме, говорю. А меня вызывают. Сегодня премьера фильма. Самый большой кинотеатр. Вы должны быть. И мы выступаем с режиссером, с малашем Юрием Николаевичем. Мне вопросы задают. И которая сидит, директор Юдина. Она сидит. И потом мне говорит, я сидела с мужем. Вот я зубы. Я сидела с зубами щахал. Я думал, он меня арестует. Я против коммунистов говорю. Это сегодня. Мне так говорят. Но тогда, когда режим был коммунистический, ты понимаешь, что это такое? И она мне потом сама говорит, мы очень близкие были. Я сидела за мужем, говорит, держалась, говорит, и зубы щахали от страха. А вы на трибуны? Я вышел на сцену. И это все говорю. Примера фильма была. Фильм, занявший не последнее место. Я говорю, какие престижные призы были. И сегодня, что они мне говорят, для меня как будто это никогда не говорено было. Вот он, Максим. Вот он против вас, этот епископ. У меня этого нет еще. У меня сохранилось, как он в Потеряевке. И как мы с ним рядом сидели за столом, беседовали. И ходили по Потеряевке везде. И он от меня на шаг не отходил, епископ. И только повторял, говорит, как многому можно здесь научиться. А там, смотри, отече три двора. Вот это я сохранил в памяти. А что говорят, он плохо-то, он такой лживый, он такой жестокий. Я это никогда не слышал, не знаю. Вот этот настоятель у нас, он на нас в списке подавал. Мы вели занятия дома. И передавал. Войтович, отец Николай Павлович. Для меня это не существует. Почему? Он меня причастил в тюрьме. И вот это все перекрыло 25-летнюю войну против меня. Это Бог дал мне, положил такое. У меня этого нет. Почему? Потому что в самом начале обращения у меня было такое. Отомстить коммунистам. Я пылал ненавистью. Губители моей Родины. Я был патриотом с пяти лет. И Бог сделал так, что Савла превратил в Павла. У меня в буквальном смысле это было. Я пал там. Пал с корабля. И там возопил Богу. Возьми мою жизнь. Переделай по-другому. И я сделался внезапно мертвым. Как? Я умер для мира. И мир для меня. Я ни разу не слышал ни голоса, ни шепота. Нигде ничего не слышал. У меня 100% нормальная психика. Но внутренним голосом я старался постигнуть, что хочет Бог мне сказать. Вот я теперь вижу этого Сергея Пестова. С чего он смехнулся-то? С чего он на меня-то пошел-то? Я понимаю, главное у них это зависть. Я не такой. Я не такой, как все. Меня Бог таким сделал. Я не могу быть другим. Ну вы могли бы помягче как-то... Хочу, но не могу. Меня родной брат священник говорит, ну ты можешь сделать то, чтобы в лагере, ну хотя бы на час позже, а не в 5 утра поднимать. Ребятишки же маленькие. Батюшка, не могу. Я это пробовал. Я через 2 недели детей... Ребятишки, он пошел на вас от большего разочарования. Он поначалу искал у вас поддержки. Он с вами начал разговор для того, чтобы вы поддержали его. Я поддержу его сегодня. Но поддержу того, которого знал, а не каким тебе патриархия сделала. Желчным, мстительным, не исполняющим слово. Я прослушал еще раз с начала до конца. Прошел по 30 книгам своим, где я о нем упоминаю. И все это уже отдельно вывел. Я капитально готовлюсь к этому разговору с Соболем Юрием. Преподавателем там университета и академии из Красноярска. Они не знают. Они со мной, когда разговаривают, они меня не знают. Это знают только вот такие, как рядом, которые живут. Они начинают прощаться, у меня нет прощения. Нет. Да как так? Я же прошу. Я не могу прощать то, чего нету. Ты прощи прощение, где ты кого обидела, не верила Богу. У меня нет ничего. Но я же против вас то говорила. Я выхожу из храма. Она упала за ноги, ухватилась, ревет. Я все годы против вас говорила. Меня настоятель, отец Николай так. Но оказалось, я сегодня узнала, вы не такой совсем. Все бабушки ей подошли. Ты говоришь, он всем помогает. Ну, стали там поминать. Кому дрова пилить, снег скинуть там, подчинить. И зачем вы об этом говорите? Баба, ну забудь то это, наплевать да забыть. Поговорка есть такая. Я не знал, что ты против меня говорил. Это мне зачем ты рассказываешь-то? Я не знал. А если знал? Я не могу запомнить это, что вы говорили. Меня нет. Я попросил у Бога, и Бог стер меня. Я знал. Ну, если Райкина сложить вместе с Михаилом Задворным. Столько разных интересных. Я был душой общества. Вокруг за животы хватались. Я, когда обратился к Господю, удали из меня эту мерзость. Непохабные анекдоты. Нет. Литературные. Бог давал мне память. И написано в устах глупого. Притчи делается какое? Как для старика. Они самые простые. Я ему рассказываю. Ты запомнил что-то? Да. Пересказывай. У него ничего нет. Я говорю, они за животы хватаются. Это надо сказать интонация, в каком порядке слова. У меня на это было дано. Я понял, мне не надо. Убери, Господи. Я занимался, когда обратился, одновременно на семи языках. Самостоятельно. В школе не было иностранного языка. Я понял, мне не надо. Убери с меня, Господи. Освободи голову полностью. Дай мне только для Библии место. Я встал, как будто я другой человек. У меня ничего нет. А как? Иностранный язык забыли. Забыл? Ну, вот мне надо уехать в Америку. Я через две недели буквально восстановил. По телефону, везде. С полицейскими уже беседовал по-английски. За две недели. Но у меня где-то там было, ну, как в архив отправить. Стертое, но где-то сохраняется. Вот как. Это Бог. Богатич, а что для вас такое понятие разум? Как вы можете определить понятие разум? Да. Ну, разум – общее понятие. Это не такое, что у меня там разум. Это общее понятие разума. Это то, что отличает человека от животных. И делает его словесным. И самое главное, что язык мой синхронно движется с разумом, с памятью. А по разуму – это и по рассуждению, не просто по уму. Это понятие схожее, но другое более расширенное и более реальное, так мышление сказать. Должен в себе человек воспитывать разум. Развивать может. И это необходимо. И нужно постоянно. Он говорит, совсем безразумный. Безрассудный. А ты не рассуждает. И нет у него разума. То есть, есть слово мудрости, есть слово знания. И спрашивает, а какое? А вот есть такой маленький рассказ. Умный знает, как выбраться из ямы, куда упал. А мудрый знает, как не попасть туда. Выбрось. Там требуется один или два варианта. Сделать какие-то маленькие зацепочки, вывести. А мудрый должен рассмотреть все. Тут поставлены мины, растяжки. Все тебя будет заманывать. Привлекательные девицы там тебя. Ты должен все просчитать, какие будут ходы. А не так, что пошел как вол на убой. Увидел там бабу какую-то «Б» и потянулся за ней. Это Соломон все описывает. Я в такие тонкости до конца не вхожу, но у меня есть свои наработки. А что такое совесть? Ну, ответьте просто. И человек начинает крутить. А вот у Авы Исаии там, не у Пророка Исаии написано. Я говорю, ты можешь это сам повторить и показать. Вот прилог там основное. У меня нет ничего этого. Вот обо мне, где бы я ни считал, и везде. Ой, из Вашинку напишут. Баптисты даже. Мы в интернете встретили такого человека, самородок. Другой пишет, самородок. Я не знаю этого ничего. Я просто живу естественной, нормальной жизнью, что Кураев подчеркивает всегда. Я в полной свободе живу. Я не приглядываюсь, нравится, не нравится, какие последствия будут. Я совершенно об этом не думаю. Я только думаю, как это воспринимется или нет. В какое время это подать? Как подать? Иногда я долго держу тему, уже обработанную, держу ее, держу и не выпускаю ее. Как бы жду погоды. Говорят, вот по образу и подобию. Образ всегда должен сохраняться Божий в человеке. В человеке. Божий образ. Но подобие потеряно, его надо вернуть. Мы не подобны ему. Но возвращаясь, что для этого качества? Рождение свыше. Дальше. Отвергнись в себя. И когда я долго с человеком рядом нахожусь, или он около меня, я вижу изменений нет. Я говорю, у тебя нет главного шага. Три ступени спасения. Отвергнись в себя своего я. Возьми крест и следуй за мною. Это Христос сказал. Вот что необходимо сделать. Отвергшись из себя, твое я. Ты должен сначала определить, из чего оно состоит, твое я. Я его определил. Это мои знания, которые Бог мне давал. Как пишет один, говорит, Игнатий семимильными шагами шагал по жизни. В это время, ну, пусть будет так. Не семья, но все-таки не лежал ни улиткой был, ни черепахой. И вот теперь я должен рассмотреть, нужно, не нужно. Это мне Бог расклассифицировал сразу. Все эти библиотеки ненужного мусора я отвел в сторону. Многое оставил в архивы. Подчеркнулся все. Второе. Отвергнулся себя. Наклонности. Я любитель пельменей. Они навсегда ушли из моей жизни. Я любитель мороженого. Больше в рот я никогда не взял. Я там могу на праздники выпить. Больше ни одна капля алкоголя, ни пива в мой рот не попадет. Я любил мясо. Больше мяса я никогда не вкушу. Я перебрал свое меню, перебрал свой гардероб, обувь. Все заменено. И вдруг я встал, я совершенно другой. У меня было именно от смерти в жизнь переход. Из тьмы во свет. И люди, которые сегодня крутятся вокруг, там, говорят, я на них не обижаюсь. Не могу обижаться. Я вижу, он, ну, тему портит, выходит, я могу одно замечание сделать. Он не понимает, я дальше уже должен принять какие-то меры. Вот сейчас один зашел, какой-то, там, не знаю, Вениамин или как он называется, из Америки, бапсист. И вижу нахальный парень. Уже каждое ставит и задерживает. Это в ваших объяснениях, яд. На моем форуме. И он меня сейчас уже начинает в гроф, в фос и в гриву. Но я не даю знака о себе. И он сейчас, сегодня только поставил этот материал. Можете зайти и посмотреть на форуме. Ну, что я ему могу говорить? Что он, он не знает, что он хам. И его удерживает несколько таких, где-то, он мог бы остановиться. В первую очередь, он зашел ко мне в дом. Это мой форум. Называется форум Игнатия Лапкина. Но ему это доказывать надо. Он вошел в мой дом. И не вытирает ноги, залез на стол и накладывает кучу. А я должен убирать? Ну, я посмотрю, поймет он это или не поймет. Дальше. Он не знает, кто он такой, его возраст. И возраст на него не действует. У него нет, он нападает на все православное. Он не понимает, что тему тысячелетнего царства, я проводил беседы сотни раз, все 100% выигрыша. И на эту тему у меня сколько людей, баптистов, обратилось. Это самая уязвимая тема у сектантов. И он нападает. Вы в этой теме, яд, верите, что тысячелетие, царство идет. Я ему не могу ни вопроса задать. Я выставил тему. Он ничего не прочитал. Я вижу, это свистушка. Может, там это и женщина какая-то под этим именем. Но я его терплю. Терплю и не отвечаю. Вот сейчас я говорю, тут одна заходит. Она пакости писала про отца Даниила Сысоева. Просто мерзости всякие. Адарка. А теперь киска. Я не убрал. Я просто ее заблокировал. Вижу, что она не останавливается. Она хулит, поносит. Это подло. Это там, ну, всякими словами. Рот ему заткнули. Ну, и... А теперь проходит года полтора. У нее что-то случилось. Она на меня по другим никам, это именем, выходит. Я прошу, я умоляю ради Христа. Уберите, что я говорила. Я безумные слова говорила. Я обычно просил... Вначале она просила. Вы меня не ебаньте только. Только не закрывайте. Я это оставил в силе. А теперь просит, только уберите. Я не убираю. И она уже тут пропадает на моем форуме. А вот меня тут оскорбили. Вы сказали, что я такая-то. То есть она уже привязывается, чуть ли не в суд подавать. Я все равно не отвечаю ей. Слишком много материала. Что ее тревожит, что она выступала против Данила Сысоева, тут в трех примеротемах, и поносила его люто. Что с ней сделать за это время? Она пытается объяснить, но я до конца не проникаю. Не надо. Это мой форум. Я решаю. Убирать, не убирать. Люди просят, не убирай. А это просят, убери. Это совершенно другое. Вот поэтому говорить, как не обижаться, я не знаю. У меня нет обиды. Просто нет. Я рассуждаю, смотрю, говорю, он прав был. Я немедленно начинаю приступать к удалению того, что во мне не такое. Какое? Я думал, эта тема несет только хорошее. Вижу, кого-то задевает. Не внутренний мир. Внутренний мир я проверю на исповеди. Пойду на исповедь. Сектанты дерзят. Я говорю, у вас одно хотя бы. У вас нет исповеди. Исповеди нет, ты в собственном соку варишься. На все, на все. У меня есть ответ. 4124. Вот это никому не создать. Никому. А почему? Это надо быть мною. Иметь то же зрение, то же восприятие. И так же любить, пить этот, иметь к библиках. Андрей Кураев понял. Он ближе всех подошел. Но более всех. Вот это отец Наум. Мой крестник в Белисе, который еврей. В моем доме обратился. Вот игумен Кирилл Сахаров. Это метров 250 от храма Христа Спасителя. Прямо рядом тут. Прямо вплотную к этому каналу. С той стороны храма, этот с этой. И вот он у нас был здесь на Алтае. И он был с детьми. И он написал, я это покажу. И главный редактор газеты Алтайский государственный университет. Клименко был. Его сын был. Я тоже сегодня его данные покажу. Что он обо мне говорит. Он дошел до самой сути. И когда был рядом, ходил, видел, задавал вопросы за вопросами. И вот этот корреспондент, который... Это не нашего круга люди. Совершенно не нашего. Но у них такие подвижки. Этот сделался верующим совсем. Этот главный редактор. Сейчас является редактором местной барнаульской алтайской миссии газеты. Ипорхиальной. Вот дело какое. Поэтому совет я не могу дать. Я это не пережил. У меня не было. А это... Я скажу только. Имей страх Божий. И за все будешь отвечать на суде Божией. У меня с детства был страх. Он превалировал над всеми чувствами у меня. Над всеми. Он обузал меня. Вот, Коль, оставь. Вот говорили Божьим. Вот, к примеру, вторая заповедь Христова возлюбив ближнего, как самого себя. Человек нам сделал что-то неудобное нам. Что-то такое невыносимое нам. Вот. Ну и человека этого, как говорится, простили, да. Вот. И расстались с ним. И вот он через год, там, через два, через три опять возвращается и просит его принять друзья по заповедям. То мы должны опять распахнуть объятия и принять этого человека. Вот. Но у нас же есть опыт. Прошлый опыт общения с ним. Вот. И мы начинаем размышлять. Принимать нам его в объятии и не принимать. А по заповеди мы должны принять его. Я ему напоминаю, как с этим покончено, нет? Иначе дружбы никакой нет. Ты просто влазишь в дом и как змей. Тебе это не надо. Да нет, я понял. Ну и все, разговоров нет. Я сразу же его принимаю. Но еще буду приглядываться. Но нигде не буду ни на людях, нигде напоминать. Он такой, он сам о себе будет рассказывать. У меня такие были люди. И мне вопрос задавали. Ну и как вы к ним будете относиться? Ну, конечно, не так, как если бы он был людьми. Он любит, а уже не будет настоящей любви. Ну, понимаете, даже написано в ученик, которого любил Иисус, неоднократно подчеркивается. А что, других он не любил? Любил больше. И Господь ответный любит, стребовал из Петра. А ты любишь меня больше, нежели они? Поэтому к этому человеку пройдет время, пока все загладится, забудется. И почему? Я должен быть насторожей, не должен быть лохом подзаборным. Я очень внимательный. Если замечаю, что человек неискренный, лукавство, или лжет где-то, у меня сразу же с ним будет натянутое отношение. Я начинаю с ним беседовать тогда. Ты нечаянно это сделал или умышленно? Тогда давай дальше рассудим, что за этим последует. То есть я не могу на все конкретные случаи дать совет. Мне нужно знать все. И тогда я тебе скажу, стоит или не стоит его принимать. Ну а есть такие, которых не принимайте. Конечно, я вижу, он идет, и рука сзади у него. У него там сзади меч. Ну а может он обратиться? Может обратиться. Он может обратиться в другом месте. Я против совести не иду. Я выявил решение. Что такое совесть? Совесть это не душа. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Это где услышать такое выражение? Это мое. Это я впервые произнес эту фразу. То есть упирается все в то, что человеку необходимо для начала себе раскупорить вот этот участок души по максимуму, раскрыть его. Да. И тогда в жизни станет все ясно. Вы не будете иметь ту жизнь, чтобы кто учил вас, и будете научены Духом Святым. Иоанн говорит, богослов, вот это надо иметь. Меня спрашивают иногда даже люди там большого ранга. И как вот мы задаем вопросы, Ветхий Завет, Новый Завет, особенно Псалтырь, Зигабена, там Пятый Томен, Вы все помните? Да, конечно, нет. Ну а как вы ответили правильно? Не могу ответить. Я не могу ответить. Почему? Потому что я знаю самую главную конструкцию Духа Святого. В чем смысл? И в это оно мне сразу входит. Вот читает, допустим, где-то. Ну, а я сижу рядом совсем. А считает Слово Божье вслух. Я сразу торможу, остановись. Ты прочитал неправильно, наверное? Считай. Одна буква не так произнесена. И людей это сильно поражает. Это что вы всю Библию наизусть знаете? Конечно, нет. Ну а как вы могли узнать, что тут не в том падеже? Не могу ответить. Первая карта не совпадает. Я сразу останавливаю. Это невозможно. Почему? Потому что я у Бога просил в первый день полной веры Ему и любви к Слову Божьей. Я просил в первый день, когда склонился сознательно. Сознательно. 27 сентября 1962 году. И Бог мне сразу открыл и дал. У меня результат не где-то, а в семье. Вот брат обратился. Ясно, что через меня. Они Евангелие-то не знали даже. Он стал священником. Отец умирает в вере. Мать умирает в вере, исповедовавшись, причастившись. Сестры все. Даже братья у меня. Два брата. Даже старший в Москве был. Любитель выпить-то. И он в последнее время еще в храм заходил. Уж не говорят им это. Два брата у меня есть, которые пьют сегодня. Но без молитвы не пьют. Они рюмку перекрестят. Это результат от Бога. Так они любят вас. А что меня любить-то? Но зато они знают, что Слово Божие есть. Куда обратиться знают. И когда нужда какая-то, они борются всегда помолиться. Даже даже не просили я молюсь за них. Моя жизнь, она настолько интересная, что вокруг меня все время ищут. Под окном стоят соглядатые и в челку подглядывают. Когда я встал, что ел. Значит, моя жизнь интересная. Зачем бы они подсматривали-то? И вот от Сергея Топестов. Это выходит, мы с ним не виделись 7 лет. А я в это время о нем каждый день, каждый день молился. И везде говорил только хорошее. Не знаю, что он там. Он не просто узнавал, он же расспрашивал. Встречает какого-то там на вокзале. И со старобрядец именно меня знает. И он уже ему докладывает в склад компромат. Разговаривает с Евтихием. И Евтихи говорит то, что мне не говорил никогда. И он не согласен. Понятно, не согласен. Он не может жить этой жизнью. У него, главное, две руки у каждого сзади. За задницу держится. Ой, боюсь, ой, боюсь. У меня руки вперед, простерты к объятиям. Он узнает там с отцом Геннадием по телефону, что сказал Фас. Я этого не знаю. Я знаю, как мы расстались. Я ощущаю тепло его объятия. У меня его благословение. Его щетки подаренные мне. А что он сказал? Допустим, я поверил. Все он сказал правильно тебе по телефону. Ничего он там другого не сказал, кроме того, что было. Что он, мои книги, он никому не дает. Я же вопрошаю, какие книги-то я ему дал? Хоть скажи. Он не может назвать-то. А я дал только Евангелие, Новый Завет. Я теперь думаю, рассуждаю, как он может сказать про Евангелие. Я этому на сто процентов не могу не верить. А может быть, он что-то сказал, да не допонял. У меня идет гигантская работа. Есть у меня такое стихотворение. Думы, мои думы. Ураганом думы, мои думы. Потому что я, когда давал, ему говорил. Эти Евангелия, от Иоанна, вместе слепленные с посланием Криминута, они изданы не в патриархии. Я их взял на стороне, как говорится. Есть Гедеонова, братство. Он, конечно же, имел в виду не Евангелие. Отец Ферми, не Евангелие имел в виду, а тех, ваши книги. Я не давал как раз книги. Книги-то не давал. Я ему говорю, мои книги у него стоят за шри, когда в кабинет, у него мои книги стоят как на воинском параде. Нет, ну тут просто ответ сам собой. Даже если я не имел в виду и те книги, естественно, он не будет их давать никому, чтобы людей не соблазнить. Конечно, это все понятно. Чего не уделить, но нет ничего. До уровня этих книг надо расти сначала, чтобы человек отвергся сам себя. И взял крест, поношение, посрамление, я его с радостью несу. У меня нет вот этого злодея, он на меня говорит, я против. Он делу Божьей не вредит, будет разговор. Но если он посягает на общину, на зеницу ока, как товарищ Ленин говорил, на авторитет партии, тут я отвечу. Мне спрашивают, а вот они бьют, когда там, как вы это, тот вы. На один удар я отвечаю, серии ударов. Когда дело касается трех предметов. Христа, Бога, Священного Писания и Церкви. Тут у меня меч не заржавелый. Он у меня легко вынимается из ножен. Меч, Голиафа у меня все время за ифодом висит. Знаете, были сарматы, народность такая. И когда двигались римские войска вперед, я слышал разговоры от архиепископа одного. И они уклонились, ушли в горы. К ним пришли там посланники и говорят, а почему вы не воюете? Бросили дома, все разбирают. А почему вы не воюете? Он говорит, не защищайте. Она говорит, мы не защищаем, потому что все это можно на жизнь. Зачем жизнь терять? Да вы сильнее нас. Ну а есть такое, чтобы... Он сказал, вы только троньте наши святыни, и вы узнаете, насколько остры наши мечи. А какие ваши святыни? Он отвечает, кладбище, могила отцов наших. Так она незачем нам. Но мы вам сказали, вы спрашивали, мы ответили. Попробуйте тронуть, осквернить могилы. Завтра мы выйдем, все умрем, там же на кладбище будем. У меня есть то, с чего я никому не разрешаю прикасаться. Бог, Библия, Церковь. А что против меня говорят, какое это имеет значение? Я объясняю, это мои наработки. 5 Б, без которых нельзя спастись. Ты считал, слышал это. 5 Б, без которых никому не спастись. Для незнающих надо говорить. Бог записываю. Без Бога никто не спастись. Второе, Библия. Третье, благословение Божие. Благовестие. Будущее. 5 Б. Они у меня в ряд стоят. Я им все говорю, а чтобы не болеть. Ну, я не говорю об аварии, которая случается. Не болеть. Это не, не 5 раз. Не злись. Не завидуй. Не мсти. Не злословь. И вот таких 5 выстраивай. Таблетки тебе не нужны. И вы этого достигли. В чем-то я трудился, а что-то сразу получил. Есть вещи, над которыми я трудился. Допустим, спать меньше. Это давалось мне непросто. Потому что у меня очень большая нагрузка. Очень большая. Я вот каждый говорю, вот вы чем-то хвалитесь. А вы хвалитесь. А я как могу сказать? Почему ты слово хвалишь-то? Я говорю, мой Бог это дал мне. Я работаю на стройке. И у меня первое место в тресте. Выработка. Строительство зданий. Пещи, рамы, окна, двери, полы. Я плотник, бетонщик, стихольщик, пищник. 280-300% выработка. Да это невозможно. Там были нормы большие. Но я и согласен. Вы сами подтвердили. А теперь посмотрите, как я работал. Я работаю, мне неделю работают, за 2 записывают по 150. Это Бог дает. Вот и все. Точно так же я включился, когда изучал Библию. У меня было 2, 3, 5, наконец-то я почти 10 часов за Библией сидел каждый день. Я ее не мог не знать. Я не просто ее считаю, я упиваюсь. Я прерываю ощущение Библии и снова падаю на колени. Боже, это ты мне открываешь. Есть многое, которое я в толковании не читал. На толкование даю абсолютно правильное. Потом только нахожу. Я никогда не читал Григория Низка. А потом у него нахожу чуть ли не слово в слово. Блаженая Августина, Уеронима. Я эти места людям разъяснял. У Златоуста этого нет. Откуда вы могли знать? Не могу ответить. Я могу только показать. Закротность мою засмирение. Это вы-то кроткие. Да вам палец в рот не ложи. А ты не ложи. Зачем тебе его ложить, палец? Я знаю, где палец положить кому в рот. Кто позевает, в это время по рту его проводить. Он не успевает щахнуть, потому что у него мускулы селит. Поэтому я людей, детишек приучаю. Когда позеваешь, так не разеваешь, что тебе окурки-то в рот не кидали. А рот вот так закрой. А те, которые рядом стоят, имеют право вот так провести ему по рту-то грязным пальцем-то. А ты имеешь право укусить. А ты имеешь право дернуть. Вот все, на этом права закончились. Еще никто не укусил за пальцы. Это у него в это время сведенная мышца, это они просто не знают. Смеяться, говорит, больно, а то бы рассмеялся. Какое бы место ни коснулись. Я очень-очень щепетильный. То есть зануда. Я стопроцентный зануда. И я не скрываю это. А почему? Потому что все доводит до совершенства. Конкретно. Вот у меня шторки всегда двойные. И двойные бывают тюлевые еще впереди. Чтобы я видел. А на ночь, ну днем, чтобы проникал свет и проще видно было. А на ночь, вот верхняя, которая фрамуга остается, это нижняя у меня шторка. А другая непроницаемая. И вокруг все везде вбитые гвоздики, на них защепкают шторки. Даже комарик носа не подтощит. Везде и на всех. А зачем? А за тем, что я однажды прочитал. Прочитал в газете Труд. Такая вообще союзная газета. О том, как один маньяк убивал целые семьи. И когда спросили его, как вы могли знать, сколько людей. А у них, говорит, шторок не было. Говорит, я видел, сколько людей в доме. И проникая в дом, я первым делом убивал мужчину. Вот и все. Мне этого было достаточно. Я слишком хороший ученик. Мне дважды, говорит, на хвост не наступали нигде. Один раз я услышал, рядом были. Рядом солдату сделали замещание. Пуговка не застегнута. Наряд мне очереди. Я проверил у себя, застегнуто. Все. Вот уже прошло после армии 50 с лишним лет, 60. И я еще ни разу не расстегнул ее. Да что? А я теперь вижу, что расстегнутая пуговка, это знак, что на тебе нет галстука. Это тоже масонский знак. Я уже дошел вплотную. Все, которые выступают, вот сегодня все. Или в галстуке, или пуговка расстегнута. Даже у косоворотки расстегивают. Почему? Его не пускают на эфир с застегнутой пуговкой. Мне достаточно один раз было. И все. Что же, на одном месте у меня бы два же были. Двери у меня запираются. Снаружи я выхожу, палку подопру, что угодно. Даже рядом выхлапываю половички на расстоянии 2 метра. Я обязательно поставлю какую-то палку или что-то. А зачем это нужно? Опыт, пример и навык. В этом вопросе я просто требую этого, кто со мной рядом. А тут в храме заходят мыть. Ну, приходят сестры, надо ключ дать. А то что, ну я тут вижу. А сама зашла в клад. В это время я зашел в храм. Прошел, все видно, все ризы, все открыто. Ну, я же рядом. Что за глупость такая? Я домой прихожу. Живем на одной из центральных улиц. Дверь открыта. Открыта. На втором этаже жили. Я пошел в избу, зашел, нигде никого нет. А знаешь, что жена дома. Я пошел вокруг. Дома обошел, зашел в огородчик. Она в огороде. Я говорю, а дом-то открыт. Но я же рядом. Вообрази себе. Рядом из храма идут тысячи людей. Дом открытый. А она за домом, за домом. И там огородчик. Но я же рядом. Что пояснять-то? Что-то не то? Никому никогда не открывать. Никогда. Узнать, кто. Прочитай молитву. Выйди под окном, я посмотрю. А ты что, боишься, другой? Конечно, боюсь. Я хранитель своей души в теле. Если она выйдет из тела через удар ваш, то я не смогу тогда через тело делать то, что я делаю. Вот и все. Да, я боюсь. И это естественное чувство самосохранения. Оно у меня очень высоко развито. У кого нет чувства самосохранения, как у нации у русской, она исчезает. По миллиону в год отсчитывает, скидывает. А то, говорят, наоборот. У меня бабушка, бабушка была такая. Вот она хоть маловерный человек была, но она, ей муж ее, мой дед говорил, тебе надо, говорит, следователем быть. Так она настолько щепетильная была ко всему. Она, я вспомнил сейчас случай, она даже если денег кто-то выкладывал на видное место, она все ей говорила, уберите деньги, чтобы не соблазнялся никто, чтобы не видела никто. Вот за всем она каждый шаг. И вот у меня отец такой, и я такой же, меня воспитали таким же. И вот меня тоже называют занудой. То есть зануда. А я каждый шаг тоже на всеми смотрю, правильный, неправильный. Я считаю, это богатство для Царствия Божьего. Надо воспитывать себя в этом. Вот в этом вопросе я щепетилен по отношению канонов. Сказана Библия. То есть то у меня экстраполяция, то навыка переходит на сегодняшний день. Где бы ни был, везде у меня одинаково. Везде. Это сказано. Я тщательно дохожу, пересматриваю, прослушаю. Так много времени надо. Ну, конечно, надо, но стоит того. Я вот слушаю передачи и все время конспектирую, пишу и пишу. Я даже раз на таком-то месте вот это сказал. А почему? Вот. У нас разные взгляды на что-то могут быть. Но здесь обязательно должно быть одинаково. Мы рядом. Мы зависим от того, кто чужой зайдет. А я сижу задом в двери, меня не видно. Я никого не вижу-то. Ну и что дальше еще получится? Не выходить, не открывать. А когда выходить, у меня на все устав написано. Просто уставом. Я навеливаю человеку. Да, это трудно ему. Почему? Потому что он разгильдяй. Как отец у нас, а растрепанная хозяйка, и как попало, у нас называют лохудра. Оно литературное слово, не ругательное. Лохудра. У меня, чтобы везде был порядок. На столе вот у меня тут яролаж бумаги. Но это в этом яролаже, я знаю, на каком слое какая бумажка. Места мало, всего тут 30 сантиметров. 30 на 30. Я на нем тут целые папки держу. И они для меня это как раз. А кто снаружи зайдет, скажет, да у меня тут беспорядок и яролаж. Это не так. А остальное, остальное я люблю компактно. У меня везде комнаты на три этажа разбиты. Вот она даже видать. В малом научиться делать многое. Не нравится что-то. Я многое унаследовал от отца. Отец у меня был очень внимательный. Он зайдет, а мать не такая была. И у нее чугун там стоит. Горячая там вода или картошку варит. На скамейке где-то. Отец зайдет. Еще чугуны-то расставил. Ну ребенок как заденет. А 10 ребятишек. У нас ни один не было, ни обварено, ничего. Здесь ребенок садится с одним глазом. В чем дело? Познакомился. Мать-баптистка. Она шьет, оставляет ночисть. А ребенку там, может быть, месяцев 8. Он ползет до полосы, тянет этот материал. От ночисти он упал прямо в глаз. И глаз выбили. И он на всю жизнь одноглазый. Ребенок бойкий такой. Уже теперь едет в трамвае. Теперь нет ни материи, ни ночисти тех нету. И живут в другом месте. На всю жизнь одноглазый. У нас этого не было. Благодаря отцу. Он строго смотрел за матерью. Ты опять все расставил это. Убери чугуны, закрой. Ребенок обварится. У нас ни один не обварился. У другого сидим за столом. Он держит ребенка. Пензия был. Баптист. Ну такой мужик. Не строгий. Жена подает ему кипяток. Льет кипящий буквально-то. И он ребенок-то не понимает. Он на руках сидит. Ему года нет. И он как бы так зацепил. И опрокинул все сюда на мошонку у себя. Ужас один. Что же вы делаете-то? Ну как-то вот. У тебя голова-то была или нет? Ты же ответственный за это. Какой соблазн даете этими разными часами, лимузинами? Да дальше переводи-ка дальше. Это вашими дачами-то. Вашим табаком и спиртом-то. Что торгуете-то? Понятно, о чем я говорю. Я переношу дальше. Перенос событий. Вот у меня в жизни всегда это было. И наконец я переношу это все при изучении Слова Божия. Для меня Слово Божие живо и действенно. У меня везде это написано. Чтобы Слово Божие, оно немедленно заговорило и дало результат. Его должен приблизить на сегодняшний день. И конкретно тройной перенос к человеку. Мои стихи все именно в этом смысле написаны. Перенос библейского события на сегодняшнее время. И перенос на конкретно тебя, слушающего, считающего. В этом ведь и состоит воспитание своей души для вечности. Да. Именно это важный человек. И что человек воспитает в себе? Именно вот этот вот разум и вот это все остальное для вечности. Что ты сделал для вечности? Как ты подготовил себя? Дружбу свою человек направляет так, чтобы друг был похож на него. Я в епархии сказал. Вы хотите быть такими, как я. Вы удивляетесь, знают. Там люди, там успех. Ну хотите, в духовном плане-то. Конечно, на мою нищету-то вы не потянете. На мой холод-то. Но я вам не хочу быть. Мы вас, как чумы болотные, боимся. Ни одного вашего качества я не могу себе пожелать. Потому что вы над собой не трудились. Я себя шлифовываю 50 лет. Беспощадно. Свою плоть и свой дух. Можно было ответить? Я десятки раз высчитаю, говорить или не говорить. Говорить или не говорить. Вчера ложимся спать. Я снова говорю, Господи, если угодно, то и в ночном сновидении. Подай мне на учение. И всю ночь вижу один сон. Я готовлюсь к этой беседе очень серьезно. С Соболем Юрьем-то. И вижу, я где-то в гостях. Где-то не знаю. И люди эти ко мне хорошо относились. Вот какая, как притча, сон. Я встаю ночью сегодня. Встаю несколько раз. И ложусь. И опять сон продолжается, как будто это фильм прерванный был. И садимся за стол. Всем подают, приносят там, которые кому накладывали. Хозяйка дома-то. И хозяйку я хорошо знаю. И знаю, на кого она похожа. Я во сне уже определил, на кого она похожа. А мне ничего не дали. И они не замечают, что у меня нет этого, чего они подали. Чем кормят. У меня не подали. Я думаю, как так? Много людей. Да не много. Тут всего не больше 20 человек. Всем подали. А мне не подали. Ну, я пожевал сухари. Ничего не сказал. И думаю, а за этим что-то есть. Я решил тогда не разговаривать, ни с кем найти эту хозяйку. Пошел. А на кухне ее нету. Она уже закончила. Все убрала. Я нашел детей. Я говорю, а где мать? Ну, она где-то здесь была. А там на второй, третий этаж. Я это все во сне сегодня ночью видел. Сегодня это у нас пятая. Февраля 2014 года. Среда. И, наконец, я захожу в комнату. Я через дверь слышу ее голос здесь. Я захожу, а ее нету. Я говорю, мне хотелось с ней встретиться. Я сейчас уже уезжаю. Я в гостях там был. А ее нету. Где она? И, наконец, она там где-то тумбочка присела. И выходит. О, Анна, а я тебя ищу. Вижу, она смотрит на меня недружественно. Что же случилось-то? Да мы такие были с ней близкие. Она меня с распростертыми объятиями встречала. Что с ней случилось? Я хочу ей сказать, Анна, ты когда накладывала другим-то, мне сейчас далекий путь идти, а ничего в тарелку-то не положила. Я с сухарями одними обошелся. Я на нее никак не подействовала. Я говорю, ты как-то не заметила, что почему? Или сказала тому не давать? Я не пойму. Я хочу узнать, в чем дело-то. Я специально это сделала. Мне специально, чтобы я голодно от тебя уехал? Да хоть объясни. Она снова за тумбочку писела и больше ничего не стала говорить. И я проснулся. Я понял, это к беседе с Пестовым. У него не нашлось ни одного ласкового слова. Он даже не вымерл, через кого он здесь находится в православии. Он не вымерл, как он у меня был здесь жил. Был у меня здесь. Что от меня получилось все эти годы? Он выискал компромат только. Кто сказал, Евтихий, Старообрядец, отец Геннадий, Фас. И при том, ни одного нет точного слова. И он ни одного не может объяснить, что он имел в виду. Он со мной не согласен. Так это не означает, что он плохо сказал. Это означает, что он не может понести. Ты вот сказал бы, я считаю, спасаться можно только тогда, когда ты лежишь на спине 24 часа. Я бы сказал, не могу я это взять. Но это не означает, что я к тебе плохо отношусь. Ты говоришь, а я считаю, что надо ночью работать, а днем спать. Я говорю, я не смогу так. Ну ты ко мне прислушиваешься, что я тебе говорю. Я говорю, отвергнись себя. Это я говорю жене 50 лет уже почти. Если этого нет, все остальное не имеет смысла. Отвергнись себя. Если ты обижаешься, замыкаешься, болеешь от этих обид, никакого христианства там нету. Это фальшь. Недавно я смотрел, это уже месяца два, наверное, или месяц назад, да не больше. Андрей Кураев говорит. Как он выдержанно говорит. И которые вокруг него сидят, там заступаются за патриархию, они как поговорка говорят, в подметки не годятся ему. Это москвичи. Пространство между словами заполняет и у Андрея, брата Андрея. У него речь выверенная. Он отвечает точно. И он из множества вариантов. Я просто слышу, как у него шабарщит в мозгах. Он выбирает наилучший вариант ответа, чтобы ответить правильно. И в то же время вы его здесь сейчас не заели. Чтобы петлю новую не накинули. Почему я это знаю? Потому что я этим живу. В любом ответе я вкладываю в себя гигантскую работу. Сказать или не сказать. Если сказать, то как вот эта аудитория поймет? Как последующие будут считать? Как поймут? Вот как. Они не работники. Они только подглядывают и прочее. Значит, моя биография и я для вас интересный. Если вы вокруг крутитесь. Я за вами не смотрю. На ваши сайты я не захожу даже. Зачем? Мой полон. И когда только стали образовать сайт, я сказал, это будет супер сайт. У вас такого не будет. Я еще не знал знакомства с вами, что он будет дробиться. Что он будет пополняться. Будет форум. Будет свой видеоканал, где 1540 наших роликов. 1540. Вообрази. И каждый интересен. Потому что никаких купюр там нет. Все открыто. Я не знал. Это он уже тогда сказал. Вам этот ролик, который вот этот, обрезать ролик? Или целиком его дать? Я поставлю целиком, а вы обрежете. Не, как это? Не знаю. Я не умею резать, дорогой мой друг. Я не умею. Вам дать целиком или обрезать, а один отрывом с вами дать. Понимаете, что? Поверьте, тут может случиться так, как раз резать не надо. Я не настаиваю на этом. Ничего плохого не было. Пока вы скрывались там, возились, в это время я разговаривал, говорил о полезном. И вот это полезное, может, и именно самое полезное во всем этом ролике. Я Богу доверяюсь. Нет, я не говорю о Катуме. Катуме у нас снимал канал. А-а-а! Они же там не только о вас, а там о других людях, видимо. Ну, это я не знаю. Так вырежь мне мое только и дай. Так я на что и спрашиваю? Целиком или вырезать? На другие это касается как-то этой темы или нет? Я не могу ответить, потому что я его не видел. Ты дай, раскинь, я посмотрю и потом отвечу. Может быть, там есть последующее такое, которое нужно. Чуть не забыл. Да там пустое все. Пусть мишка. Да. Я сейчас тебе скажу, как у меня отец. Отец он, а я в отца похожий. Вот мы пилим с ним дрова. У него одна рука, он пилит. Голову повернул. У него память была необыкновенная. Слово феноменальное даже не подходит. Вот он смотрит, а через дорогу кто-то в скайп лезет. Вот я дал правил, копируйте его, скачивайте его. Когда? Ну, потом я скачаю, закончим говорить. Ну, пока говорим, он пусть скачивается. Теперь как мне? Его надо войти, где он? Закрыться надо, да? Не надо ничего закрывать. Вот он, вот он. Вот этот вот? Да, видимо, да. И что тут написать на нем? Скачать его надо, скачать. Правое нажать и написать скачать? Не надо, сейчас я... Так а ты же знаешь, сохранить как вот это вот. Нажать? Не надо, я сейчас сам найду. Давай, давай. Ну, а я пока буду говорить, тебе не помешает это? Да, да. Что да, помешает или нет? Я говорю, помешает и... Можешь говорить, да? Не, вы говорите, говорите. Вот мы перепилим с отцом, это я вкладку делаю-то. Я точно так же иду. А попутно с отца над это щукаря еще перейду. Он говорит, ты мне не трожь нагульного, Макарушка. Говорит, а то я так вильну, что сам себя не найду. А с чем, значит, он говорит-то? И отец говорит, он, гуси-то пошли через дорогу-то. Вон тот гусак сзади. Ох, и дурачок такой, Семенов. Свои гусихи парят, он пошел, говорит, через три дома там к чужим. Но он-то говорит о гусаке. А попутно-то о гусаке говорит, попутно сказал о хозяине. О хозяине стал говорить. Он по неволе коснулся жены его. А от жены перешел к родственнице. А родственник ее, он был раскулачен. Он перешел на раскулачье, начал с гусака. Ой-ой-ой. Но вернется назад, просто гусака закончит. Ему надо другого гусака взять, у меня скажет. Вот я так же об одном начинаю говорить, а поминаю другого, и я начинаю тогда шире как бы делать. А потом, когда вернусь назад, вижу, уже сейчас прошел. Ой. Это надо все учитывать. Я вот когда какую-то тему маленькую-маленькую такую буду, ничтожную, из него изликаю полезно, то попутно беру и другое. А то у меня от отца. Попутно разъяснять следующее событие. Это, конечно, удлиняет вступление, речь, но мы делаемся более близки. Тебе понятно, о ком говорим. Я вот был, мы, когда был в Сан-Франциско, нет, в Лос-Анджелесе, с архиереем в одном доме жили. Он старенький, Антони, в Лос-Анджелеске. Ну и дорогой, каждый день мы гуляли. А он скупой такой, хозяева говорят, орлов. Он говорит, скупой такой. От него копейки не дождешься. А мы с ним гуляем. Я ему рассказываю. Он остановится. Вот ты сейчас о чем мне рассказывал-то? Ну я говорю об этом. Ну я же не знаю, кто он-то. Хоть поясни, кто он такой-то. Я думаю, правильно, на его месте я бы не понял. Маленько поглядя, он опять остановится, тормознет. Ну вот о чем ты говорил? Скажи, совещание. Где оно было? Кто там состав-то совещания был? Вот ты. Ух ты, какой я нехороший. Я опять ему объясняю. И договорились, до чего? Идем дорогой. И он заходит в банк. И снимает всю наличность. И мне переводит. Я когда сказал, они, кто? А, Владыка и вам. Я говорю, да. Ну у него там небольшая сумма была. Да у него копейки, говорит, снегу зимой не выпросишь. Это как же надо было с ним так говорить, чтобы Владыка пошел и снял со счета и на вас чек дал, который я могу теперь. В Барнауле я потом уже его озвучил. Вот что значит беседа. А говорили-то мы не о деньгах, а о другом. Вот как. Поэтому, ну говорить, что оставить, не оставить, мне надо посмотреть. Я посмотрю. Если оно пустое, отмести не нужно. А бывает иногда в строку. Я к тому говорил, вот когда зайдете в звук видео, в звук видео на сайте, то там есть мои интервью. Но они в аудио. И одна там Политыкина, Лена, написано. Она на ГТРК говорит, обязательно прослушайте. Она там работала то ли у Боршеста или как, и встретилась с этим, который берет интервью у меня. И он теперь берет у нее, у Боршеста этой. Но такое интервью получилось. Там столько звонков было. Вот она начала говорить, как она пришла к Богу, как отношения в семье были. И как она вот уверила, как получила покой в Боге. Просто послушайте. На сайте в звук видео. И это можно было бы на новое перенести, если будет. А потом этот Павел Лозовой еще берет интервью. Со мной кто-то знает, ему мало не покажется. Он будет страдать. Его как-то объявили такое. Для Барнаульцев жизнь знаменитых людей, кто кого знает, чтобы научиться чему-то. Ну, звонки, чтобы были, чтобы редакция выехала и взяли интервью-то. Ну, говорит, один-два звонка. А тут целый шквал, говорит. И все Игнатий Лапкин, Игнатий Лапкин. А редакция-то-то меня ненавидит просто. Терпеть не может-то. Но тут они не могли не среагировать. Ну, кто его знает-то? Ну, Павел Васильевич Лозовой, говорит. Ну, я знаю, я же интервью-то ставил с Лапкиным. На видео ставили. Ну, сходи там на одну, запиши передачу-то. Ну, не хотим мы его. Они меня не хотят. Но они не знают, что получится. Он приходит, и мы сидим до потемок, и все это записываем. Записываем. И у меня был первый раз, что я забыл про голубей. Я их выпускаю, чтобы они днем не прятались, голуби-то. Я закрываю задвижку, и они у меня, чтобы на улице были-то. А я запускаю их, когда часа два до закрытия. А голуби в темноте не летают. Они слепые. И тут уже к сумеркам дело идет-то. Я в окно глянул. Павел, да у меня же голуби-то на улице. Я выскочил, они все сидят. Я открыл задвижку, они один не летят. Там темно. Но у меня на этот случай был проведен свет туда. Я его никогда не включаю кабель-то. Я включил, и залез туда. И с темноты-то теперь свет. Я наговариваю, гуленьки, заходите. Зашел. Теперь не будем беспокоить. Я-то единственный раз, когда забыл. И вот он записал меня, а теперь попутай о голубях вам сказал. Как тядькин гусак-то где. И вот он приехал в ГТРК и ставит передачу. Беседу со мной. Проходит там сколько-то, неделю он снова ставит. А редакция-то как-то пропустили. Он, видимо, третий раз ставит, а не его возле ты что делаешь? Мы же сказали, от Лапкина только одну передачу сделать, а ты... И он говорит, меня доверите, с работы не увольняют за вас. Он со мной-то познался. Он прикипел. Ну, вот так. В другом месте. Главный редактор печатает. Печатает я вынужден печатать. Они печатают статьи и печатают неправильно. Неправильно, допустим, в Алтайском крае, по благословению. Епископ Антония, вышла Библия, сковородника, выпустил ее. Я эту книгу, Библию, сразу нашел. Он многим дарит ее. Но у меня ее не было. Посмотрел 66 книг. Я написал 66 книг, без неканонических, никогда исторические церкви не выпускали. Ни православные, ни католические. Никогда за 2000 лет. И стал говорить о отношениях к каноническим книгам. Какие святые отцы. Материал такой капитальный. И они его сразу опубликовали. А этот, который говорил, я сразу позвонил Антонию, епископу. Говорит, никто не давал благословения. Я говорю, если вы давали такое благословение, вас под запрет надо брать. Вы нарушаете канон церковный. Я канон это написал. Какой собор принял, какое апостольское правило. А он написал, что Михаил Капранов еще дал. Священник такой хороший был. Он сидел в группе Огурцова был. Боевиков готовили свергать коммунистов на танках. И вот он теперь священником стал. И я ему позвонил. Он говорит, я не давал. Говорит, это неправда. Я там все написал. А который говорил-то, издатель-то, сковородников-то, его это сильно заело. Ну, что его опровергает-то? Но статья пошла, говорится, на бис. Еще опять. И опять что-то они про обрезание заговорили. Я тогда дал статью, что обрезание было в Египте. Почему обрезали только знать. А вот там-то в государстве было, обрезали и девочек. Что они там обрезали, не пишут только у них. Но обрезание было. И дальше, какой оно имеет прообраз, про это обрезание-то. В каком году, когда это было, какой раби-то говорил об этом-то? Ну, статья просто капитальная-то. И они опять напечатали. И где это все газета печатает за науку? Алтайский государственный университет опечатает. И главный редактор Клименко Владимир Федорович. Я еще одну статью даю, а он прям на разворот дает-то. Его вызвало начальство и говорит, послушайте, эта газета для студентов, но не для Лапкина, создана. Что всю газету Лапкина заполняют-то? А я эти статьи-то у него брал, она всего 999. И для студентов она раздается, не продается на выходе. 999, тысячу нету. А я приспособился, материал какой надо мне, допустим, о крещении. А вкладыш у него, про вкладыш не складано было. Потому что когда газету организовывали, 999. А вкладыш потом было решено, но не написано, сколько экземпляров-то. Он посмотрел у нас, говорит, неоговоренным. Я заказываю 25 тысяч вкладыш-то. И у меня всегда был материал, и они не знали, почему я прям в редакции забирал, и все. А те-то, которые издавали, тоже не знали. А он еще не получал, я ему сейчас газет скидывал, и все. Он очень хороший человек. А теперь он редактор в Алтайской государстве, в этой епархиальной газете «Миссия». Видишь, я про что начинаю говорить, и куда уволохся-то уже. Не стоит деда щукаря. Вот так. Я что, пустая, вот это вас можно вырезать, а все остальное выбросить там не нужно. Ну, я посмотрю, как вырезать. Если не смогу, я обращусь за помощью. Да вы сами не вырежете, конечно. Это сложно сделать. У меня есть слеплять. У меня программа, если из маленьких роликов один сделать, я могу. Этот ролик в таком формате, что его ни одна программа не возьмет. Это я только могу сделать. Ну, вот это да. Натолкнулись. Обрезались. Вот, я вон там скопировался на стол. Хорошо. На рабочий. Я понял. Ну, что, брат, вопросов если нет, отпускай нас. Сейчас я подумаю. Все ли я не все так скачал. Так, сейчас. Ну, или все. Ты знаешь, у меня встретилось такое в памяти. Это к месту не относится, но надо для будущего сгодиться. Один богатый человек призвал к себе диагена, философа, говорит, и все показывал. Вот эти столбы. Не думаешь, что у меня колонны ставят. Ты видишь, это вот золото, все позолочено. А вот это от урны, да, тоже позолочено. Даже урна сделана. Ну, и когда уходил, на пороге уже становится, ну, как, понравилось. Ой, не могу. И хозяину в лесу плюнул. Он оперся, говорит, а что это? Да я, говорит, не нашел, куда там плевать-то все золото. А одно подходящее место нашел. Куда можно плюнуть? Ой, вот так вот, наберешься такой мудрости-то, плевать с это и не надо бы. Иванов говорил, не плюйтесь тоже этот, который обливался водой-то, Порфирьевич-то. Корней Порфирьевич-то давился с линями-то. Это все ложь. И надо было, конечно, мне восстать. Вот коснулось о нем говорить, а меня пригласили к ним. Я пришел, там целая группа ушла от них. Интересное дело. Два раза дали, а потом встали у дверей, встали с часового, чтобы меня к ним не пропускали. Сильно любили этого, как его, Андреева. Вот, который он написал-то, что он там это? За него хватались-то. Не Агния Юйя, а книга-то его. Вот, они пришли. А мы узнали их в университете, я попутно скажу. Вот. Сделали объявление, чтобы, ну, кто хочет выступать. Их столько, по-моему, наклоклось. Он там про разные шрастры описывает, как... Ну, и сидят они со своими книгами. Ну, я вышел и стал разбирать. Разбирать во свете Библии, я заранее объявил-то. И когда я прошел все это их, по книге-то где-то, А книга в руках, у нее страница, и на доске-то грифельной-то пишу. Так, следующий кто выступает? Аудитория огромная, и такими, как амфитеатр идет. Алтайский технический университет-то. Ни одного. А они пришли, и где-то рассказали, и мне достали. Говорят, ну, Лапкину сегодня достанется на Орехи. У нас тут такие приехали, такие мастера там, такой класс. Вот. И ничего, ни одного нету. Я думаю, может, обиды, они еще проходят. Благодарю, 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 все вышли. Почему? Я своего не говорил. Я себя начал умничать. Ну, ясно дело, что у меня как с Матрицы, и с Гарри Поттером у некоторых получилось бы. А у меня не получилось ничего. Я просто надо... Они пришли и по одной теме, узнали Бога, да? Да. Именно так. А поэтому я приглашение дальше получаю, и вот. На Бога. Я на доске пишу. Вот та страница у вас такая. Это книгу свою. Вот он говорит так. Я дальше пишу Библию, говорит, 1 Коринфян вот так-то. С Богом не спорят. Приезжал здесь Жданов Владимир Георгиевич, против пьянки ворую, это... Он выступает везде, он президент там компании. Видно, что хороший человек-то. Ну, и коррекцию глаз там что-то делает, лечит. Не знаю, тут под сомнением все. Но тут он выступает, и вот опять заносить начало. Что при счастье, это там не вино, а в него наливает горящий кипяток, а в который в винный алкоголь воспаряется. Ну, то есть, что попало? Да при счастье-то там... Пятое сейчас ложки-то даже нету-то. Я говорю, это не так, Владимир Георгиевич. А он на своем стоит. Ну, еще что-то. Я ему тогда подарил книгу для кистиного правоставия, кажется. Это слово Божие не тус. И он мне ни ответа, ничего не дал. Уехал и с концом. Ну, я ходил в университет. Там какое-то общество образование за трезвенность. Ну, я не выступал, а книгу подарил, записки написал. Ну, не подействовал. Значит, он уже уехал. Там он не верующий. Ну, не верующий, но патриархия его вызывала. Он говорит, патриарх Алексей Второй, чтобы провел беседы там с священниками запившимися, которые в запрещении находятся. Большой, говорит, зал. Ну, речь его поставленная очень хорошо. Много он примеров приводит. Но, я говорю, ладно. Тот не пурит и не пьет, тот здоровенький умрет. Ну и что? Ты к Богу приведи. И ради Бога. Ну, сегодня не пьешь, завтра выпьет с горя. Тот не курит. Яшин курил, руки-ноги обрезали. Этот вратарь был. Он рассказывает все. Ну, ладно, тогда. Ладно, тихо. Оставайтесь с Богом. В общем, ролик посмотрите. Конечно. Помолись сегодня, чтобы у меня беседа произошла на уровне. А, да. Это не маленькое. Выставим ролик. Храни тебя Господь, дорогой. Ладно, выключай. Какие радостные моменты, когда с ним беседуешь. Душа наполняется радостной. У нас еще нет ни одного пункта, где бы он был не согласен. Хотя, может быть, где-то кому-то он и говорит, что, который нападает, не во всем согласен. Это будет правильно. Он во всем и не может быть согласен, потому что всего он и не знает. Что я говорю где-то. Но по сегодняшний день у вас ни одного слова нет, чтобы не совпадало. Ни одной заковыки. Слава Иисусу! Он сам вышел. Слава Иисусу! Продолжение следует...